Друзья, доброе утро! Продолжаем наши экскурсии по рекам и каналам Петербурга. Сегодня у нас 19 апреля на календаре. Местное петербургское время 11 часов, но может быть с копейкой. Мы на берегу Фонтанки, совсем другой Петербург. Петербург не парадный. Сегодня мы решили показать вам Петербург, может быть, более милый, может быть, чуть более уютный, может быть, чуть более романтичный. Петербург в том числе доходных домов. Коих здесь во второй половине века 19-го было немало. И перед тем, как мы начнем нашу официальную часть, хотел бы показать вам вот этот любопытный, необычный, можно сказать, неформальный символ района. Посмотрите, в шутку его называют в Петербурге памятник невидимки. На самом деле за моей спиной Александровская больница. Она была выстроена во второй половине века 19-го как раз для лечения эпидемических заболеваний, коих в этом районе города хватало. Перенаселенность вот этих доходных домов для бедных была чудовища. И здесь, в конце века 19-го, был установлен небольшой бюст царю. Кстати, его можно рассмотреть вот здесь, на старой почтовой открытке. Так вот, в 30-м году бюст сняли. Говорят, какое-то время рассматривали идею поставить сюда бюст Ленина. В конечном итоге от этой идеи отказались. И посмотрите, сегодня здесь постамент есть, а памятника нет. Последние, кого я знаю, кто сюда забирался, были участники квартета, и если помните. Вообще лучше этого не делать, как-никак монумент. Но вообще памятник невидимки, в кавычках, конечно, такая забавная штука здесь, на берегу Фонтакта. Мы, наверное, сейчас попробуем перейти и таки окажемся на берегу. Сегодня, особенно с утра, большое удовольствие гулять по городу, вы видите, не на тротуарах, не на проезжей части, практически никого. И мы пересекать Фонтанку сегодня будем по Красноармейскому мосту, единственный мост через Фонтанку в нашей сегодняшней прогулке. С берегом Фонтанки тоже скоро уйдем, но вот тут обязательно постоим, постоим так подольше. Тут хорошо. Во-первых, друзья, хочу вас поприветствовать и сказать вам большое спасибо, что вновь присоединяетесь к нашей трансляции. Я очень надеюсь, что вы заварили себе крепкий чай или кофе, приготовили вкусные булочки, и у вас сейчас будет завтрак. Если вы еще и свой смартфон поставите на свой обеденный стол, то и у нас с вами будет завтрак. Мы завтракать не будем, но мы сделаем так, что вы завтракать будете в Коломне, потому что мы по ней сейчас пойдем гулять. Денис, у меня есть предложение. Вот кто-то говорит, что Христос в воскресе, сегодня же этот православный праздник. Ну а как же? Что мы скажем про него? Я хотел об этом сказать чуть попозже, когда мы будем напротив собора, но, с другой стороны, мы уже напротив собора. Петербург – это важный центр православия здесь, на северо-западе Руси. Но мы знаем, что храмы сейчас закрыты для верующих, тем не менее, конечно, со Светлой Пасхой у меня есть анекдот по этому поводу. Буквально на днях встречаются дьявол и Господь, разговаривают, дьявол говорит, ну что, вот, видишь, наконец-таки я закрыл все твои храмы. На что Господь ему отвечает, нет, это ты, видишь, я наконец-таки открыл храм в каждой квартире. Поэтому, друзья, светлые вам Пасхи, и оставайтесь, пожалуйста, дома в этот чудесный праздник. У меня есть классная идея, у меня, конечно, не было готового яйца, но смотри, если мы с тобой сейчас попробуем это дело бахнуть. Вот так. И потом еще что-то разгадаем. Опа! Давай еще раз. Христос Воскресе! Друзья. Потом разберем, узнаем, что там за подарки. Да, с Пасхой светлый праздник, Света, нам с вами всем. И, собственно говоря, мы сегодня постараемся эту экскурсию сделать светлой. Мы, это Юра Дука, голос которого вы уже узнали, он сегодня будет за кадром, и в том числе будет ваши вопросы, предложения, пожелания направлять нам сюда, на берега Невы. Меня зовут Зоткин Денис, я сегодня буду вашим экскурсоводом. И, конечно, команда Нева 3 будет координировать наше общение в прямом эфире, потому что вот это сейчас самое сложное, друзья. Повторюсь еще раз, чтобы вы точно убедились. 11.04.19 апреля, и мы нашу экскурсию будем начинать. Итак, погуляем сегодня по Фонтанке, погуляем сегодня по Крюкову каналу. Пройдемся немножко вдоль мойки, и даже если повезет, и если вам будет не скучно, то выйдем еще и на берега Невы. То есть это, если хотите, юго-запад центра Петербурга, район, который называют Коломной, от слов Кола или Около, то есть неподалеку от парадного центра. И центр совершенно точно города сегодня, конечно, хоть ни одной станции метро здесь пока нет. Тем не менее, центр особый, тихий, уютный, милый, повторюсь, и по-своему очень петербуржский. Вот что это такое, мы с вами сегодня попробуем разобраться. Пока раз мы на Фонтанке, обратить хочу внимание вот на этот чудный купол. Лет 15 назад он горел, бедняга, но его действительно здорово восстановили. Эрка синего цвета с обилием позолоченных звезд. Это, конечно, знаменитый Троицкий собор. В свое время Василий Стасов его выстроили там в первой половине века 19-го, там меньше чем за 10 лет. Это действительно было достижение русской инженерной мысли, что говорить. Именно в этом храме в свое время венчались Федор Михайлович Достоевский и Анна Григорьевна Сниткина. Его стенографистка, ну может кто смотрел чудесный фильм «26 дней жизни Достоевского», вот про то, как они в экстренном порядке писали новый роман. И вот в том числе по местам Достоевского мы с вами прогуляемся и сегодня. А если посмотреть чуть вниз по течению фонтанки, то можно увидеть за египетским мостом, высокий, выше всех остальных, дом такого, знаете, темно-бежевого цвета. Я не знаю, видно ли его. Он такой чуть асимметричный, угловая башенка на конус идет. Вот этот фильм, фильм Капустина, архитектора Бубыря начала века 20-го, такой настоящий петербургский модерн, этот домик снимался в фильме «Питер-ФМ». Может кто-то смотрел, чудесная летняя такая хорошая петербургская романтичная история. Фонтанка здесь, повторюсь, не самая парадная. Отлично видно, что дома, и отлично слышно вот этот трактор. Видно и слышно, что дома здесь разной протяженности, разной высоты. Отсутствует вот та петербургская ансамблевость, может быть. Особенно вот сюда, посмотрите. Четырех-пятиэтажный домик, трехэтажный, да, и так далее. Тянутся лишенные каких-то декоративных убранств фасады. Просто потому, что это и есть Петербург бедных людей, Петербург униженных и оскорбленных, Петербург доходных домов, о которых мы с вами тоже поговорим. И район вот отсюда, посмотрите, границей колонны можно назвать Фонтанку и Крюков канал. Вот этот уголок. Это и есть большой город в городе. Та самая колонна, по границе которой мы с вами сегодня пройдем. Что касается моста Красноармейского, он тоже любопытен, но мне, к сожалению, сейчас не показать чем. Дело в том, что для этого вы должны приехать в Петербург, сесть на наш катер, прокатиться по мойке на кораблике, и вот когда будете здесь, посмотреть наверх. Потому что вы увидите не низкое петербургское небо, а мост изнутри. И увидите две трубы теплотрассы. Представляете, это мост-теплопровод. Огромные толстые трубы здесь, вот туда-сюда, коммуникации перебрасывают. Так удобнее ремонтировать, да и просто в свое время, в 50-х годах, века 20-х решили сделать. Еще один чудесный мост называется Смежный. Посмотрите. Здесь такой Т-образный перекресток. От фонтанки, который идет по прямой, вот сюда направо заворачивает Крюков канал. Сейчас по его берегам пойдем гулять. И в сторону еще одного моста хотел бы вам махнуть, друзья. Опять же, вот туда. Корпуса фабрики Гознак, Дом Бобыря мы уже знаем, а чуть ближе Египетский мост. Не знаю, рассмотрите или нет сфинксов, которые его украшают, но они появились на свет 200 лет назад. И в свое время украшали первый Египетский мост, который был подвесной, который был переброшен здесь в 20-х годах 19-го века. Именно на этом мосту в 1905-м случилась та самая катастрофа, которую мы проходим в классе 7-м, по-моему, на физике. Ну, помните, да, про то, что мост стал раскачиваться и вдруг непонятно от чего рухнул. Кстати, совсем не явление резонанса было тогда причиной той кружки, той аварии, но об этом как-нибудь в другой раз. Попробуем сейчас аккуратно перейти дорогу. Мы переходим по пешеходному переходу сегодня. Стараемся, по крайней мере. Еще один вот сюда. И даже от немногих сегодняшних автомобилистов мы скроемся вот здесь, пройдя два шага по этому пологому спуску пандусу прямо к воде. Итак, Крюков канал. Знаете, любопытно, что вот эта его часть, она появилась на свет где-то во второй половине века 18. Изначально Крюков канал соединял войку с Невой, то есть продолжался отсюда вот туда, в ту сторону. По берегу старого Крюкового канала мы с вами еще сегодня прогуляемся. Крюков канал одевается в гранит где-то в начале века 19-го. Появляются вот эти чудные гранитные берега. И в том числе, посмотрите, расчудесное чугунное, чугунного литья ограда. Если на фонтанке, на которой мы с вами были только что, ограда кованная, причем вручную, то это уже чугунное литье. То есть каждая секция здорово похожа друг на друг. Канал этот был прорыт для того, чтобы опять же подвезти необходимую воду сюда, чуть ближе к Новой Голландии, с Невой. Чтобы проще было опять же строительные материалы из Новой Голландии перебрасывать на Неву и обратно. Для того, чтобы проще было по городу просто перемещаться, потому что когда не было дорог, то по каналам как раз жизнь города-то и текла. Да и с противопожарных соображений в том числе. И вот посмотрите, о чем мы говорили на прошлой экскурсии. Где-то в Петербурге ступенчатые спуски, а где-то вот такие. Вот он чудный пологий спуск-подъем, еще и вымощенный камнем, это отлично видно. Который нужен был для того, чтобы мы с вами, выгрузив бочку из какого-нибудь грузового судна, радостно закатывали ее вверх или вниз. Забавно, кстати, что бочка совершенно уникальный предмет. За последние там 4 тысячи лет сильно не изменившийся, только представьте. Вы еще знаете такие предметы? Если знаете, напишите нам в комментариях прямо сейчас. Да, кстати, умоляю вас, напишите, откуда вы нас смотрите. Большой привет Хакасии, Краснодару, Бремену. Ну, тем, кто смотрел нас в прошлый раз. И еще ваши города и страны. И главное, нам в промозглый, чуть прохладный Петербург напишите, если у вас тепло. Мы порадуемся хотя бы за вас. На противоположном берегу канала, с левой стороны от нас, вы отчетливо видите вот эти протяженные в два этажа домики, друзья. Они любопытные. Дело в том, что это и есть граница Коломны. И это и есть та типовая архитектура конца 18 века, которую сегодня в Петербурге не очень ты и найдешь. Денис, я тебя перебью. Начали сыпаться нам города Москва, СПБ, Алматы, Тверь, Ростов-на-Дону, Таллинн, Воронеж, Белгород. Питер, конечно же. И у кого-то жара. Колпина. Колпина. Новосибирск. Новосибирск и жара, наверное. Новосибирск, говорят, тепло, прекрасно. Серьезно? Вот так вот. Отлично. Всем привет. У нас погода, соответственно, петербургская и очень романтичная именно для этой прогулки. Вот мы старались, мы выбирали. Заметьте, в центре, там, где много позолота, у нас было солнце, да? А сегодня, где прогулка более камерная, у нас и вот такое освещение. Петербург за нас, вы видите, да? Небеса за нас. Таллинн, большой привет. Отлично. Таллинн, привет. Белгород, прекрасно. Петрозаводск. Петрозаводск, Карелия, а, любимая, прекрасно. Великий Новгород. Yes. Yes. Супер. Отлично, да. Да, так вот. В Петербурге сегодня не так просто найти архитектуру 18 века. Ну, можно Петровскую, ну и то на пальцах, ну, ни одной, ладно, двух рук можно перечислить те здания, которые видел Петр Первый в нашем городе. А вот такие типичные, обычные дома 18 века, да их вот раз-два я обчелся. И вот эти раз-два вы видите сейчас. Да, они чуть перестроены, да, где-то там стеклопакеты, это понятно. Но вообще зданием 200-250 лет. Это все конец 18 века. Вот такие типовые, два этажа, треугольные фронтончики вы видите, да? И Коломна никогда не претендовала на роль какого-то, знаете, элитного района. Нет, наоборот. Это был тихий, скромный уголок, дворы с полисадниками, кое-где даже деревянная застройка, если мы говорим про начало века 19-го. Хотя такие дома были крайне редки. А деревня, поэтому-то КОЛО или ОКОЛО. Сейчас жучок немножко перебивает, но тоже хорошо. Доброе утро! Государственное унитарное дорожное предприятие «Центр», вы видите, работает во все праздники круглосуточно. Все отлично. Так вот, несмотря на то, что этот район рано ложился спать, несмотря на то, что жизнь здесь была, как Гоголь писал, страх уединенно, несмотря на то, что все эти балы, дворцы, все это было где-то там, далеко, вот в том парадном Петербурге, тем не менее здесь в свое время проживало очень много известных петербуржцев, известных людей. Здесь свои, ну, можно сказать, юные годы проведет Александр Сергеевич. Я теперь живу не там, но верную мечтою. Люблю летать во сне и наяву в Коломну к Покрову и в воскресенье там слушать русское богослужение. Да, сегодня тогда с воскресенья и паса. Если помните, его Евгений из Медного садика живет в Коломне, где-то служит дичица знатных и так далее. Жил здесь Репин, жил здесь Росси, жил здесь, друзья, и Суворов. Точнее так, останавливался. Если сейчас вы перенесетесь на другой берег Крюкового канала посредством нашей камеры, то увидите протяженное желтого цвета здание. Аккуратненький двухэтажный домик с тем же треугольным фронтоном. Так вот, попробуйте рассмотреть между окон первого этажа огромную беломраморную овальную мемориальную доску, которая гласит о том, что именно здесь 6 мая 1800 года не стало Суворова. Александр Васильевич именно отсюда из этого дома, дома графа Хвостова, отправится в свой последний победоносный итальянский поход. Вернется сюда же. С императором Павлом были отношения натянуты, и поэтому Павел откровенно запрещает знать и встречать в центре Суворова как победителя. Поэтому он оказывается здесь, вот в этом вот окраинном Петербурге. С Хвостовым интересные у него были отношения. Они откровенно дружили. Хвостов, владелец здания. Он был, кроме того, что человек известный в Петербурге, достаточно богатый, он был поэтом-любителем, причем поэтом-плохим. Он сам частенько скупал просто тиражи своих стихов для того, чтобы, ну, показать, что якобы к ним есть какой-то интерес. Даже Пушкин потом про него еще будет эпиграммы довольно колки сочинять. Так вот, когда Суворов умирал, здесь уже израненный, измученный, дело было в мае 1800 года, последнего, кого он захотел увидеть рядом с собой, был как раз Хвостов. Он его подозвал, что-то шепнул на ухо. Все думали, что, ну, последнее слово генералиссимуса. Поэтому Хвостов как-то тоже с вниманием внимал этим словам. Суворов сказал, голубчик, об одном тебя перед Господом прошу, стихов не пиши своих только больше. Когда потом Хвостов вышел к людям, и все спросили, ну что же, генералиссимус-то сказал, умирая? Хвостов сказал, бредил. В любом случае, сегодня там нет музея Суворова, но в Петербурге он есть. И я думаю, что вы знаете, это первый в столице музей, открытый не для императора, да, не в уековечивания какого-либо исторического события, а посвященный одному человеку. Музей Александра Васильевича в специально выстроенном для этого здании находится на Кирочной улице. Более того, Суворова помнят, например, в швейцарских Альпах огромный православный крест высечен у перевала Сен-Гаттар, где он в свое время совершил вот тот самый альпийский переход, можно сказать, заново дав швейцарцам их независимость. Ну, это уж геополитика, об этом точно не будем сегодня. Дом граф Хвостова, где и не стало Суворова, в мае 800-го года мы здесь оставляем. Если мы чуть перенесемся на противоположную сторону набережной, то увидим очень интересное здание, посмотрите. Оно такого насыщенно-желтого цвета, с аркадами, протяженное, более того. Юр, а давай пару шоков сделаем? Никого нет? Просто довольно долго, и петербуржцы это знают, здание находилось в ремонте, а вот сейчас камера нам может дать, ну, по крайней мере, приблизительное представление о том, как там все выглядит внутри. Друзья, это здание Никольского рынка. В 18 веке вдоль улицы Садовой, а мы ее сейчас будем переходить, рынков находилось то ли 10, то ли 15, то есть намного больше, чем сейчас. Апраксин, Сельдиной, Щепиной, Синой, Никольский, Морской, Мучной. Ну, это вот те, что можно перечислить. По большому счету Никольский был одним из самых больших. И здесь торговали в том числе овощами, здесь торговали металлическими изделиями, здесь торговали людьми до отмены крепостного права, это так. Пошел дождь со снегом, неплохо, хорошая погода. Ну, вы знаете, как у Робокопа всегда откуда-то там достается пистолет, знаете, так у Львова Петербуржца сразу оп, достается зонтик. Более того, это не реклама, но есть очень хорошая британская фирма Тимсон. Вот зонтик этот весит, Юр, 80 грамм. Вот у тебя телефон 200, да. И я так сейчас вот немножко от непогоды защищусь. Истинно петербургские кадры будут, правда? Мне, к сожалению, оператора нашего никак не защитить. Я согрет твоим теплом. Дело в самоизоляции, как вы понимаете, да, а не в том, что у меня короткие руки. Так вот, Никольский рынок действительно место тяжелое, потому что в Петербурге первой половины века 19-го тут разлучали семьи, где действительно продавали крепостных. И вот эти вот первые этажи с аркадами отчетливо видно даже сейчас, что, ну, что-то вроде прилавков, правда? Вот на втором этаже находились склады, поэтому там очень маленькая площадь истекления. А первые этажи вот эти вот открыты, это места торговли. И рынок в 20-м веке переживал не лучшие времена, чего тут только не было. Опять же, стоял бедняга лет 10 за лесами. И вот, слава богу, что открыли. Сегодня здесь очень симпатичный отель Holiday Inn, а еще Hard Rock Cafe. Я думаю, что вы знаете историю этой сети. Она по всему свету существует сегодня. Чудное место. Продолжительный петербургский дождик закончился. Дай бог, чтобы все дожди у нас были такими. Но это был дождь со снегом. Отлично. И мы идем дальше, и здесь переходим дорогу. Переходим набережную Крюкового канала. И сейчас будем переходить ту самую Садовую. Наши постоянные зрители знают, что Садовую мы переходить любим. Мы это делали совсем недавно, когда гуляли по Мойке. А улица правда длинная. По большому счету, здесь на юге Петербурга одна из самых-самых. Вот здесь сделаем паузу на набережной. Любопытное тоже место. Здесь к Садовой практически вплотную подходит русло. То есть самой бывшей речки Кривуши. Мы с вами тоже уже когда-то о ней говорили. Потому что сегодня это никакая не речка. Особенно что ни на есть Петербургский канал. Он долгое время назывался Екатерининским. Потому что в годы правления Екатерины Второй оделся в гранит и получил свою ограду. А в советские годы его назвали каналом Грибоедова. И вот сейчас, если чуть-чуть взглянуть туда, вниз по течению, то вы будете видеть доминанту района. Свято-Исидоровскую церковь. Работа архитектора Полищака. Это церковь эстонского православного общества. Здесь, в Коломне. Чудно смотрится отсюда. И дети голубей кормят, конечно. Я вам сейчас покажу чуть ли не самую голубиную площадь Петербурга, кстати. Пойдемте вот сюда. Дело в том, что мы с вами так как-то легко и просто перешли по мосту. А, наверное, стоит на этом остановиться. Уголке Петербурга. Потому что сейчас мы будем считать мосты. Все ли из наших зрителей умеют считать до семи? Это важно. Сейчас пригодится. Потому что район, в котором мы с вами сейчас оказались, называется Семимости. Более того, Юра, ты нам нужен. Там машины. Вот так. Более того, если сильно приглядеться и присмотреться, а я знаю, есть талантливые люди, здесь насчитывают 9 мостов. Один мой знакомый умеет считать даже 11. Не знаю. Посмотрим. Так вот. Если мы чуть повернем вот туда, то с левой стороны увидим горбинку Красноармейского моста. По нему мы в фонтанку переходили. Дальше смежный. И наш с вами вот этот, который называется Старый Никольский. Три штуки есть? Есть. Пикалов. Четвертый. Чуть дальше в глубине у Святой Исидоровского храма. Он называется Могилев. Пятый. Просто прямо перед нами. Видите, еще одну такую, ну, больше, что ли, бетонную арку. Кашин, да? Шестой. И если посмотреться чуть в глубину, вот так вот, то там будут видны опоры моста, моста, который называется Торговый. Седьмой. А если чуть наверх, то между новым и старым зданием Ринки будет виден специальный мост для декораций. Их туда-сюда возят. Да, поэтому там он будет аж восьмой. Безымян. Более того, когда нет зелени, то есть сейчас, можно посмотреть аж вот туда направо. И там есть арка. Тоже бетонная. Нового Никольского моста. Девятый. Ну и, конечно, друзья, посмотрите. Мост Краснофлотский, по которому мы с вами сейчас будем канал Грибоедово переходить. Десятый. Магия. Меджик. Ловкость. Я даже не знаю, рук, не рук, но ловкость. И никакого мошенничества. На самом деле, место, правда, уютное, интересное. И такое очень романтичное. Вот эта водная площадь, настоящая, то ли Венеция, то ли Амстердам, как хотите. Здесь пересекается наш Крюков канал и канал Грибоедово. Сюда обожают приезжать свадьбы, опять же, в том числе и вот на этот чудный мост. Мы сейчас с вами тоже на него заберемся. Я сказал Краснофлотский, я ошибся, Красногвардейский. Краснофлотский будет там чуть дальше, но этот мост, опять же, хорош своими животными, которые населяют его декоративное убранство. Вот попробуйте понять, друзья, вот эти кронштейны, которые поддерживают фонари, это кто? Вот, ну, зоологию у нас с вами у всех же нормально все было, правда? Но морские коньки так не выглядят. С другой стороны, если это там чешуя, это рыба. Ну, где у рыбы какие-нибудь боковые плавники? Ну, любопытно. Петербург город сказочный, это же зазеркалье совершеннейшее, поэтому здесь скульпторы могут себе позволить и вот такие вольности. А посмотрите, как хорошо здесь в воскресенье до сутра. Даже редкие собачники практически не попадаются, никого. Вот это гладь, посмотрите, да? Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь Петербург. У него со всех сторон зеркала, ему есть куда поглядеться. Вот ровно об этом районе писал Николай Васильевич Гоголь, который тоже жил здесь неподалеку. Ну, а как вы понимаете, Никольский рынок, который мы с вами оставляем чуть позади, свое название, конечно, получил от Никольского морского собора. И мы сейчас пойдем его осмотреть. Более того, когда идешь здесь на катере, то есть вот ровно так, как мы сейчас, по руслу канала, тогда первое, что появляется издалека, это просто вот так вот бабах и вот эта вот чудесная, устремленная ввысь колокольня Никольского морского собора. Ну, посмотрите, какое чудо. Она в несколько ярусов, она с позолоченным и небольшим куполом, и, конечно, самим шпилем. Настоящая архитектурная доминанта и всего района, ну и, конечно, этого участка набережной. Причем именно по русской традиции стоит колокольня отдельно от самого тела собора, который мы с вами сейчас тоже посмотрим. Интересно, что это работа сразу, ну, нескольких архитекторов. Да, конечно, основным был Савва Иванович Чевакинский, его называют как автора создателя. Баженов принимал участие в том числе. И это, конечно, гимн вот тому петербургскому барокко, который будет расцветать при Растрелле, который будет так любима императрице Елизаветы Петровной. Но по-настоящему слава пришла к этому собору при Екатерине. Екатерина II сделала этот храм храмом-памятником русским морякам, когда подарила несколько образов из своей личной коллекции в честь побед русского флота над флотом шведским, над флотом турецким. А тогда, в 70-х годах века 18-го, конечно, вот таких морских баталий хватало. И с тех самых пор, то есть почти два с половиной века, этот собор является любимым храмом среди петербургцев и даже среди ленинградцев, друзья. Вот что любопытно. В годы блокады Ленинграда он не был закрыт. Если вы как-нибудь спросите у петербургцев постарше, где они принимали, например, обряд крещения, то многие скажут, что вот здесь, в Николе Морском или в Николе Мокром, как его называют в городе, может быть, так чуть понебратно. Но посмотрите, чудо какое! Любоваться этим собором стоит как раз чуть-чуть издалека. Огромный, отдельно стоящий, пять куполов. Сине-бело-голубые цвета, как и положено в Санкт-Петербурге, в городе Морском. Плюс, если окажетесь как-нибудь внутри, повторюсь, сегодня на Пасху храмы закрыты, и слава богу, оставайтесь дома для вашей же безопасности. Но когда приедете в Петербург и захотите зайти внутрь, не ограничивайте себя только первым этажом. Здесь два храма, один в другом. И вы когда подниметесь на второй ярус, то, друзья, вы такой позолоты и такого богатства красок больше в Петербурге не найдете нигде. Обязательный для посещения и очень интересный храм. Николай Чудо. Про вот эту колоколинку отдельно. Она хорошо смотрится, да, очень здорово стоит. И Савва Иванович Чевакинский вообще, конечно, большой молодец. Но немножко цифр. Ее возводили в 50-х годах 18 века. Канала, который сегодня от нее находится в двух шагах, друзья, еще не было. Вот сейчас посмотрите, да, и это видно на камере, как здесь два шага, оп, и в такой единой гармонии как в Петербурге вышло солнце. Как раз, когда, заметьте, мы подходим к позолоченным, важным нам позолоченным деталям петербургского декора, солнышко нам их подсвечивает. Так вот, сегодня в единой гармонии смотрится позолото шпиля, зелень, которая здесь будет буквально через пару недель, вот этот гранит, вот этот чугун, вот эта такая, посмотрите, бронзовая вода канала. И кажется, что все так оно и было задумано. На самом-то деле, Чевакинский выстраивает колокольню здесь за 30 лет до того, как эта часть канала была прорыта. Канала не было. Он мог поставить ее где угодно еще. Но он, обладая каким-то просто градостроительным чутьем, понимает, что да, наверное, тот самый Крюков, который соединял мойку с Невой, будут продлевать до Фонтанки, поэтому поставлю-ка я ее здесь. И через 30 лет после этого решения, и после этой постройки, канал продлевают, и получается красота. Красота несусветная, гулять здесь наслаждение, как хотите. Я не знаю в Петербурге более тонкого места. Более такого, знаете, места, по которому скучаешь. По шуму, по суете Невского проспекта тоже скучаешь, особенно находясь от него где-то далеко. Но вот этот район, с вот этими липами, этими кустами и вот этими берегами, это настоящая душа Петербурга, и настоящее его сердце. Такая пауза повисла, потому что прям, прям хорошо. И голуби воркуют так здорово. И даже вороны, знаете, они кричат как-то не угрожающе, а почти весело. И солнышко вышло после того, как 15 минут назад был снег. И все будет хорошо, правда. И все наладится, и все образуется, и закончится вся эта история, и точно все будет в порядке. И мы очень будем вас рады видеть в Санкт-Петербурге, друзья. Так, сейчас нам нужно перейти дорогу. Я даже не знаю, как нам это лучше сделать. Я предлагаю взять, да и нарушить в прямом эфире. Вы, умоляю, вас так никогда не делайте. Но мы сейчас тут так аккуратненько, посмотрев по сторонам. Мы сейчас будем пересекать проспект Римского-Корсакова. Тут в двух шагах на повороте будет улица Глинки. То есть все говорит о том, что... А, нет, я вижу пешеходный переход. Мы не будем нарушать. Нет, мы сейчас красиво так все пройдем. Тут есть о чем поговорить. Будут красивые виды, все нормально. Так вот, все говорит о том, что мы оказались, друзья, в Петербурге музыкальном. И вот этим чудесным солнечным утром почему бы немножко не добавить в музыки нашей экскурсии. Я не буду сейчас напевать, знаете ли, арии из опер Римского-Корсакова, например, или Глинки. Нет-нет. Но мы пройдем в тот район города, где музыка просто звучит, просто разлита в воздухе. И это, конечно, в первую очередь район Государственного академического Мариинского театра, который мы вам сейчас и покажем. Мы не сможем пригласить вас на представление, друзья. Как вы понимаете, театр, по крайней мере, до 30 апреля закрыт. Но посмотреть, в какой подъезд нужно будет постучаться вам, чтобы желанную контрамарку заполучить, вы сейчас сможете. Берег Крюкова канала мы оставляем чуть позади. Римского-Корского будем переходить. Сюда нас пропускают. Вот они, интеллигентные петербургские водители. Свято-Исидоровская церковь, хорошо вам знакомая, посмотрите, вот там чуть-чуть в глубине. И мы еще разочек вот сюда. Музыкальный Петербург здесь начинается очень интересным участком набережной, где мы переносимся во времени, причем в прямом смысле этого слова. Друзья, тут очень любопытно. От моста до моста, от смежного торгового, здесь находится на той стороне Крюкова канала всего три здания. Всего три. Но! Каждая из них выстроена в свой век. Вдумайтесь, где еще подобное можно встретить? В Петербурге всего три века успело пройти. Но вот первое здание, которое видим мы сами сейчас, это начало века 20-го, второе, бежевое, из двух частей состоящего, это век 19-й, а вот то последнее, бледно-зеленое, это век 18-й. Три здания всего. Треть километра в длину. Каждая в свой век. Вот давайте разбираться, как это вообще возможно. Здание номер раз, рядом с которым мы с вами сейчас пройдем. Думаю, что многим хорошо известны в Петербурге. Дом в Веге, еще его называют архитектора Овсянникова. В Веге был вообще большой шоколадный магнат в Петербурге. Начало 20-го века. Может, ты знаешь швейцарский шоколад Таблерон? Да. Он видит таких треугольничков продается. Вот, так вот он его привез в свое время в наш город. Зарабатывал немало, мог себе позволить. И заказал вот такой, посмотрите, гигантский палаццо. Эпохи Возрождения. Это же домом ты не назовешь, это же дворец. Более того, довольно редкий для Петербурга цвет здания. Вы еще знаете в Петербурге черные здания? Ну, я еще два могу назвать, ну и все. В Петербурге хватает темного цвета, и небо не самое высокое. Поэтому старались архитекторы свои здания красить в желтый, синий, зеленоватые тона. Но никак не в черный. Здесь мы видим с вами вариации на тему, ну чуть ли не дворца Дожий, да, тот, что в Венеции. Самые большие в Петербурге атланты. Увидите их, друзья, они поддерживают вот этот переход. Между прочим, между квартирами аж третьего этажа. Чуть в глубине, посмотрите, вот этого парадного курдоньера. Отлично виден большущий циферблат, такой мощный внутренний дом. Зайдем. Можно чуть поближе, да. Боюсь, что к нам туда за решетку нас не пустят, потому что здесь в калитку заходят только жильцы. А жить здесь дорого. Тут всего 57 квартир. Причем самая маленькая это там 100 квадратных метров, в основном побольше. Несмотря на то, что у дома вроде бы нет вида на набережную Невы, говорят, что это одна из самых дорогих недвижимостей в Петербурге. Тут квадратный метр стоит каких-то бешеных совершенно денег. По непроверенным данным, на шестом этаже здесь живет Сергей Шнуров. Тоже, друзья, символ нашего города. Ну, у него несколько мест. Сейчас он, по-моему, вообще в Москве. Если он нас смотрит, Сережа, большой привет. В городе на Неве тебя очень любят. Кроме Шнурова, здесь в свое время жил Зелотти, известный пианист, музыкант. К нему еще молодым прибегал Прокофьев, братья уроки фортепиано. Только представьте, то есть музыкальный дом по всем статьям. А вот чуть дальше очень интересно. Сначала можно обратить внимание вот на эту чудную бронзовую вывеску. Госкино РСФСР. Ленинградская ордена трудового красного знамени студии Докфильмов. Вообще сегодня это Лендок. Совершенно потрясающий такой, ну, не то чтобы бизнес-офис, бизнес-центр. Нет, тут есть открытая киностудия. Здесь неплохой реста-бар такой. Здесь есть несколько помещений для каворкинга и так далее, и так далее. А когда здесь находился тот самый Докфильм, то здесь Ефим Юрьевич учитель работал. Вот опять же, реальная доска ему посвященная. Но это мы все говорим про 20 век. А как же 19, в котором само здание было выстроено? Архитектор Мисс Махер выстраивает здание для сенатора Половцева. Юра очень правильно сделает, что берет такой дальний план, потому что вы видите, как здание выглядит. Оно состоит из высокой четырехэтажной, ну, почти башни. Вот так, жилая часть. И вот этой длиннющей, посмотрите, в два высоких этажа, части с большими окнами, с большим остеклением. Как вы думаете, друзья, вот эта часть, что это такое в 19 веке? Не буду вас долго мучить. Это был манеж для скаковых лошадей. Сенатора Половцева здесь, ну, можно сказать, в центре Петербурга. Фантастика. А еще чуть дальше дом 18 века. Причем мы с вами уже умеем на взгляд, да, понимать, когда тот или иной каменный дом в Петербурге был выстроен. Вот уберите третий этаж. Ну, мысленно уберите, спилите его. Вместо этого добавьте треугольный фронтон над вторым этажом. И получится что? Типичный обыкновенный домик в Коломне, которых мы с вами видели на Окрюковом канале немало. Вот именно таким здание было построено в 18 веке. А потом уже третий этаж был надстроен. Какое-то время здесь жил Федорович Федорович Шаляпин. Шаляпин отсюда хорошо, удобно ему было ходить на службу, правда? Особенно, когда он в Мариинском театре работал. А сегодня здесь неплохой ресторан и дирекция того самого Мариинского театра. Но вот тут ужас и кошмар на месте реконструкции торгового моста. Поэтому нам туда не перебраться. Мы бы вообще хотели. Но мы сейчас зато, раз не получится поближе подойти к Мариинке 2, тем более, что здорово, критикуют ее петербуржцы. Многим вот эта постройка, напоминающая то ли ленту, то ли какой-то большой склад, не нравится. Хотя знатоки утверждают, что там замечательная акустика. А еще на восьмом этаже есть чудесная смотровая площадка с видом на колонну. Так вот, Мариинку 2 мы смотреть не пойдем. А мы здесь, немножко пробираясь такими строительными ходами, посмотрим парадный вход в тот самый Мариинский театр. Хэш-легендарный, что говорится. Мы сейчас попробуем вот туда завернуть. Вот там большая стройка, это не что-нибудь, а строительство новой станции метро. Когда вы приедете в Петербург в следующий раз, может быть, она уже будет работать, будет называться театральная. Говорят, что чуть ли не личный проект Валерия Писаловича Гергиева, художественного руководителя и главного дирижера Мариинского театра. Интересно, что ленинградский метрополитен сам по себе достопримечательность, друзья. Ни в Лондоне, ни в Риме, ни в Париже метро так не потрясает, как в Петербурге или в Москве. Если легендградский метрополитен будете смотреть, то обратите внимание на красную ветку, и особенно вот на эти первые станции. Нарвская, Кировский завод, Автова. И внешние вестибюли, как такие творцы новой религии с колоннами. И внутри станции Автова, ну вы знаете, да, из горного хрусталя несколько колонн. Их планировали даже с подсветкой делать. Чудеса. Пока идем, будьте любезны, может быть какие-то вопросы, как вам завтракается с нами в колонне, может быть какие-то, не знаю, ваши идеи, куда нам заглянуть, что вам показать. У вас же есть прямо сейчас уникальная возможность повлиять на нас, Юра, и на наш маршрут. Мы идем в прямом эфире, повторюсь, сейчас 11.39, и поэтому вы это можете сделать. А посмотрите, какие в Петербурге строительные леса. Вот где вы видели обыкновенные грязненькие заборчики, чтобы вот, а, балерины. Что касается театра Мариинского, пока вы пишете ваши вопросы, о нем вообще говорить можно бесконечно. Более того, он начинается чуть раньше, чем это здание было построено, и даже не отсюда, чисто физически, а вот на том месте, где сегодня находится Петербургская консерватория. Там жуткие леса сейчас, и она тоже на ремонте. Но именно там еще в екатеринские годы будет выстроен большой каменный театр. Тогда это было действительно, особенно в первой половине века 19-го, он становится одним из самых крупных театров Европы. Здесь, например, была премьера знаменитой оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». Там совершенно потрясающая эта история Ивана Сусанина. Дебретто подавали на утверждение самому императору. Глинк оперу назовет «Смерть за царя». Подаст императору, тому не понравится. И он слово «смерть» заменит на жизнь, представляете? То есть вроде бы смысл тот же, а как намного лучше звучит. Тогда в 11-м ряду портера сам Пушкин сидел вот здесь, слушая эту премьеру. Но во второй половине века перенесут тот самый большой каменный театр вот сюда, на это место. И вот сейчас видите вы, друзья, вот эти знаменитые двери. Это центральный подъезд номер 6. Даже, может, чуть вернемся, потому что я эти двери обожаю. Здесь останавливается, в том числе и второй автобус, который у меня прямо идет от дома. И поэтому приехать сюда на автобусе в Мариинский театр – чудо. Ну, конечно, дверь закрыта, это понятно. Но представляете, какая это сцена? Представляете, какое это счастье оказаться здесь, в зрительном зале? И просто услышать, увидеть, потрогать, пощупать вот этот вот бархат этих сидений. Оказаться в зале, где звучал голос Шаляпина, Собинова, где танцевала Анна Павлова, Галина Уланова, Басов Кижинский, Рудольф Нуриев, где почти полвека дирижировал Дуалт-Направник, где ставил балеты Мариус Петипа, где сегодня работает Герге. Это великий зал, это великий театр. И отказаться от посещения Мариинки в тот ваш вечер, когда вы в Петербурге, нельзя. Невозможно, друзья. Причем, конечно, у каждого свои вкусы, и репертуар у Мариинки сегодня очень большой. То есть начинается традиционный сезон Глинки, конечно, и памятник Михаилу Ивановичу Глинке здесь неподалеку. А вот в апреле, смотрите, премьера Снегурочки новой постановки должна была быть как раз сегодня. Пускай руководитель, болели Гергеев, и это Винцик. Снегурочка – это известная опера Николая Андреевича Римского-Корцикова. Может быть, даже стоит обратить внимание на его постамент, пока переходим дорогу. Вот там чуть-чуть в глубине за грузовиком, но пока не видно. А вот отсюда будет хорошо видно, Юр, смотри, чуть-чуть в глубине. Он такой бородатый, солидный, сидит с большой партитурой. Уроженец крохотного города Тихвина, который, тем не менее, в Петербурге добился, конечно, больших музыкальных высот, преподавал в консерватории. Писал большое количество тех опер, которые сегодня мы называем такими исконно русскими операми, конечно. Очень любил Псковскую область. Не знаю, есть кто у нас из зрителей из Пскова? Конечно, есть. Да? Отлично. Вичаша и Любенск. Его две знаменитых усадьбы именно в Любенске и не стало композитора в 1908. В честь него в Петербурге много что названо, в том числе и улица, и ему памятник. Переходим дорогу. Заметьте, мы это делаем на зеленый свет. Перед тем, как мы продолжим наш разговор, перед тем, как поговорим о Маринке-2, я бы хотел ваше внимание, друзья, обратить вот на эту аптеку. Это ни в коем случае не реклама. Аптеки сейчас неплохо зарабатывают и без нас. Но аптека важная. Вот просто посмотрите, да, что она здесь сегодня есть, работает, все в порядке. А чуть позже мы о ней скажем. Даже не мы, а Александр Александрович. Так вот, Маринка-2. Здесь будет хорошее место, чтобы можно было ее рассмотреть. Я вообще, если честно, мечтал пройти вот там, той аркадой, но я вам сейчас ее покажу отсюда, чуть издалека. А вот здесь сделаем паузу, отлично, все будет видно. Так вот, друзья, когда только началось строительство в Петербурге, в городе, в котором очень рьяно, ревниво относятся ко всем нововведениям, конечно, разгорелась дискуссия о том, ну как это так, в районе Коломны начинать какую-либо стройку. Тем более, что очень долго первым проектом был проект Доминика Перро, французского архитектора, который здесь нам хотел построить большущее облако летящее. Проект по разным причинам был отвержен, и в конечном итоге остановились на вот такой варианте канадского архитектурного бюро Diamonds & Schmitt Architect. И в конечном итоге то, что появилось в Петербургском, повторюсь, не нравится. Многие называют, что чуть ли не самое раздражающее горожан здание, ну, по крайней мере, 21-го века. Тем не менее, посмотрите, вот эта некая историческая преемственность здесь тоже обидна. На уровне первого этажа, в середине постройки, вы видите желтое непонятно что. Мы с вами только что видели Никольский рынок, правда похоже? Так вот здесь был Литовский рынок, да, и эту историческую такую справедливость тут попытались воссоздать. Плюс очень много стекла, очень интересного, повторюсь, вот там наверху та самая смотровая площадка. И действительно на уровне и Ласканы, и Цвингеропера, и Кранопера в Париже, акустика, по крайней мере, так говорят специалисты. Ну, а мы оставляем улицу Декабристов, которая там упирается в реку Пряжку. На берегу Пряжки жил Блок, и я не случайно показывал вам ту самую аптеку. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Наверное, прогуливаясь где-то здесь, по берегам Крюкового канала, Александр Брок и напишет эти строки. Сегодня дом-музей Блока довольно посещаем, а вот та самая аптека в этом самом доме как раз-таки работает. Этот дом и называют в Петербурге дом либо артистический. Очень много артистов Бринского театра здесь получали свои такие, ну, если хотите, ведомственные, служебные квартиры. Или домом с аптекой. Он увешан мемориальными досками, мы даже про каждую не будем говорить, но вот сюда чуть подойдем. Здесь довольно большая семья Федора Стравинского в свое время жила. Федор Стравинский служил в Мариинском театре, исполнял несколько главных ролей, в том числе в тех операх конца века 19-го. И здесь его семье родился тот самый Игорь. Маленький мальчик, который в будущем станет великим русским композитором Игорем Федоровичем Стравинским. Он уедет в Париж, на его музыку Дягилев будет ставить балеты. Они по-настоящему будут просто покорять, знаете, не только парижскую, но и просто европейскую и мировую сцены. Стравинского будет потрясающий роман с Коко Шанель. Как-то именно она даст ему денег на постановку очередную. И он пройдет путь от негодования, когда его музыку парижане не принимали. Шукали, шипели, стучали ногами, кидали помидоры в танцовщиков. До всеобщего поклонения. Во многом опередит свое время. И не случайно вы заметили, что мемориальная доска заканчивается той самой жар-птицей, которая вылетает отсюда в мир. Вот отсюда, с берега Крюкова канала, в мир вылетит этот великий композитор, один из выдающихся в 20 веке. Ну а что касается дортноправника, то он тоже жил здесь. Вот там чуть дальше будет мемориальная доска, но мы уже о нем пару слов сказали. Идем дальше, и здесь Крюков канал новый, то есть прорытый в 80-х годах века 18-го, заканчивается. Он, повторюсь, стал соединять мойку с фонтанкой. Фонтанку мы оставили с вами позади, мойка перед нами. А Крюков канал старый, прорытый подрядчиком Семеном Крюковым, именно поэтому он так и называется, еще при Петре в 20-х годах века 18-го, он соединял мойку с Невой. То есть вот так простреливал вот эту часть вдоль Новой Голландии, аж до Невских набегов. И мы сейчас сделаем паузу опять же здесь, на берегу, потому что здесь нам важна панорама 360 градусов. Красота везде, причем вот эти петербургские доминанты, в том числе и Позолота и Исакия, будут так чуть вдалеке, опять же в таком миноре. Солнце ушло, но может быть оно и к лучшему, хорошее освещение сегодня, правда? Еще один чудесный пешеходный мост, вот этот уже Краснофлотский. Вообще, знаете, петербуржцы, особенно вот знатоки этого района, говорят, что как только вы научитесь отличать мост Красноармейский от Красногвардейского, а их вдвоем от Краснофлотского, так тут же можете сдавать экскурсию для того, чтобы называться экскурсалоном. Я Винти до сих пор делаю ошибку, но вот тут мост Матвеев, а вот этот тот самый Краснофлотский. А пойдем на мост, Юр. Пойдем, конечно. Вот там красиво будет. Мы потом сюда вернемся, друзья, но он с моста будет классно, все видно. Во! Во! Отлично, да. Посмотрите, как Исаакиевский собор передает нам привет уже вторую экскурсию подряд. То мы его видели, находясь неподалеку от Дворцовой площади, сейчас с противоположной стороны города, тем не менее. Это знаменитый купол, вы отлично узнаете. А чуть напротив, посмотрите, вот там, где заканчиваются зеленые леса желтого цвета, постройка с белыми колоннами. Это Юсуповский дворец на Мойке, где был в свое время убит. Распустим. Любопытный мост перед нами сейчас. Посмотрите, вот тот, по которому ездят машины. На первый взгляд ничего особо романтичного в нем нет, правда? Традиционная, наподобие ограды Мойки, решетка, несколько обелисков, которые стоят на въезде. У этого моста романтичное название. Это мост Поцелуев. И, знаете, легенд относительно того, почему же он так назван, миллион, каждый экскурсовод придумывает свою. Кто-то говорит, что Мойка когда-то была границей города, и что, мол, из города уезжающих таким образом там расцеловывали на прощание. Кто-то говорит о том, что целовались моряки и краснофлотцы, но не друг с другом, а со своими избранницами, уходя в свои казармы. Вот они, краснофлотские казармы, посмотрите, красно-кирпичного здесь цвета. Кто-то говорит, что именно отсюда начинался путь, ну, например, тех же самых ссыльных декабристов. И вот там чуть ли не последний поцелуй был здесь. На самом деле все эти истории, хоть и романтичные, но неверные. Неподалеку отсюда в 19 веке был трактир купца Поцелуева. У него фамилия такая была. Все, чтобы было просто проще запомнить. И мост назвали Поцелуевом. Но с тех самых пор это, конечно, место для свиданий. А все мосты разводятся, но поцелуев, извините, нет. Самая старая часть Крюкового канала отсюда уходит к Неве. Но мы пойдем к Неве не здесь. У нас припасен козырь в рукаве, друзья, для вас. Мы пойдем чуть-чуть с другой стороны. И еще успеем поговорить, кстати, про Новую Голландию. Согласитесь, друзья, что историю Петербурга, начинать с самого Петербурга, неверно. История Петербурга начинается задолго до того, как первые камни легли восставания Петропавловской крепости. И в том числе история Петербурга начинается, конечно, в Европе. В конце 17 века, куда отправится Петр Алексеевич с товарищей в рамках того самого Великого посольства. Да, начинали они это путешествие инкогнито. Но по большому счету неузнанными доехали только до Кёнигсберга. Сегодня это Калининград. А дальше, особенно когда пребывали в Голландию, всем было понятно, кто этот неуклюжий, высокий, молодой человек, перед которым лебезит его свита. Ну, конечно, имбератор. Имбератор выбирает очень правильную страну для визита, но он побыл немножко в Пруссии. Он заедет потом в Англию. Вообще, кстати, планировался даже визит в гости к Папе Римскому. Но там стрельцы сбунтовались, и нужно было обратно в Москву срочно. Главная страна того великого посольства — Голландия. Голландия в 17 веке — передовая держава. В Голландии, если хотите, всевозможные айфоны того времени делаются. Эта страна передовая по тому, как живет среднестатистический гражданин, по тому, как работает флот, по тому, как достижения науки, культуры, искусства, они просто доступны простым смертным. Именно в Голландии Петр пробудет дольше всего. Именно в Голландии он будет учиться новому. Петр, если хотите, первый русский турист среди царей. Он границы собственного государства покинул не для того, чтобы идти войной, а для того, чтобы чему-то научиться. И Голландия была для этого идеальна. В Голландии Петр научится корабельному делу. В Голландии Петр впервые посмотрит в линзы микроскопа. В Голландии Петр будет присутствовать на представлениях анатомических театров. При том, что вскрытие в той Москве еще, в принципе, было дело не богоугодным. Тем не менее, сам император будет ходить и смотреть за тем, как вскрывают трупы. Именно в Голландии он заинтересуется анатомией как наукой и соберет эту чудесную коллекцию, анатомическую коллекцию Сейба и Рюиши, которую потом привезет в кунсткамеру. Сама идея кунсткамеры, то есть кабинета редкостей, как раз приедет на Невские берега с низинных земель, из Нидерландов. Петр, кстати, будет первым экскурсоводом кунсткамеры. Он будет водить своих гостей по залам, показывать тех самых уродцев. В слове урод, кстати, ничего страшного нет. Это коренное слово урод или природа. И эти уродцы должны были просто показать многообразие мира. Вот и все. Кстати, первые петербуржцы как-то не очень ходили в музеи, хочу вам сказать. Дальше ступенька, Юр, аккуратно. Вовремя, вовремя. И для того, чтобы как-то, знаете, привлечь посетителей, Петр устроил даже первую рекламную акцию в свое время. Всех, кто соглашался прийти в его кунсткамеру, он угощал чаркой водки и цукербродом. Ну, понятное дело, что очереди в кунсткамеру тоже стали выстраиваться. И Петр подсмотрел в Голландии за тем, как голландцы строят свои суда и вообще организовывают устройство порта. В России частенько корабельный лес не доживал до того, чтобы стать частью судна, потому что сгнивал вообще по дороге из-за неправильного хранения. А голландцы лес хранили, как мы, цветы в вазе. То есть ставили в воду вот так горизонтально, немножко, точнее, как это сказать-то, по диагонали, вот, с небольшим наклоном. Так, чтобы лес и не пересыхал, и не гнил. И вот для хранения корабельного леса по вот такому новому голландскому методу и будет выстроен вот этот, друзья, искусственный остров. Остров Новая Голландия. Отсюда это отлично видно, особенно когда в мойке низкая вода. Посмотрите, сваи. Вот где-то мусор валяется, конечно, да. Где-то какие-то каменные блоки. Но вообще вон, торчат, торчат из воды те самые сваи. Деревянные сваи, которые сюда вбивали для того, чтобы на них делать какие-либо постройки. Амстердам, знаете ли, столицы Нидерландов, говорят, что это не единственный город, где люди до сих пор живут на деревьях. Ну, имеется в виду, что под каждым зданием внизу сваи, сваи, сваи. И Петр вот эту свайную технологию подсмотрел там. Этим сваям 300 лет. Лишенная воздуха свая, находящаяся под водой, действительно не гниет. И может быть настолько крепкой, чтобы держать каменные постройки на себе. Те красно-кирпичные корпуса, которые вы видите сейчас, Петр не видел. Нет, это все Чевакинские, это уже 80-е годы века 18-го. Более того, вот эту чудную арку Жанна Батиста Балена де Ламота, Петр о ней, наверное, даже и не мечтал. При Петре это были склады. Здесь действительно звучала голландская речь. Здесь по голландскому образцу хранили лес. Здесь строили первые корабли и так далее, и так далее. Это была, если хотите, промзона Петровского Петербурга. Но сегодня место, во-первых, очень романтичное. Особенно, когда эти тополя зазеленеют, это будет очень красиво. А еще и, друзья, место очень интересное. Многие, я знаю, про Новую Голландию слышали, что, мол, очень долго был здесь какой-то непонятный ремонт. Очень долго Новая Голландия не могла открыть свои двери для посетителей. Но, слава богу, это в прошлом. Все, потому что сегодня Новая Голландия – это восхитительное место, где можно провести, ну, наверное, ну, не знаю, полдня, так точно. Так вот. А, кстати. Вы видите, как иногда бывает не вовремя сброшенный телефонный звонок, так, знаете, так, хоп, чуть обрубает ваш разговор. И я вот посмотрел налево. И сейчас мы поговорим о том, что слева, и о том, что снимает Юра, а потом вернемся до Карки. Дело в том, что вот тот дядька бородатый, который похож издалека на Ачарза Дарвина, это Петр Францович Лесгофт. И в честь него назван Институт физической культуры. А вообще сама постройка – это бывший дворец великого князя Александра Михайловича, внука императора Николая Первого. И вот сегодня здесь физкультурники занимаются и учатся. Слышали? Это полдень. В Петербурге в 12 всегда бабахает пушка на Нарышкином бестионе Петропавловский крепкий. Очень много, я вам хочу сказать, игроков Зенита, выпускники Академии Лесгофта. А вот она, та самая арка. Знаете, тут все хорошо, кроме времени. Вот сюда нужно приходить не утром, нет, это идеальное место для вечернего свидания, потому что арка Новой Голландии, она очень тактично подсвечена и очень здорово смотрится, конечно, под вечер. Ну, это правда классно. Вот заметьте, облицована таким светлым гранитом, и он на фоне красной кирпичной стены так чуть-чуть выделяется, но смотрится здорово. Так что же внутри Новой Голландии? Вернусь к тому, о чем говорил. Очень здорово, что сегодня целиком этот остров превращен в такой, знаете, новый неформальный центр города. Да, еще многое предстоит сделать, еще какие-то помещения закрыты, где-то ведется реконструкция, где-то ведутся какие-то реставрационные работы, но в целом сделано уже немало. Здесь есть отличные детские площадки, где можно полазить по огромному деревянному кораблю. Здесь можно поиграть в бадминтон или боулинг. Здесь можно поиграть в питанг, кстати. Вы знаете еще в Петербурге места, где можно поиграть в питанг? Я вообще, что такое питанг? Да, вот тут я вот обучаю, вот питанг. Такая чудесная французская игра, в Марселе родилась. Шарики так вот надо кидать, бронзовый мяч. Здесь отличные рестораны, которые находятся вот в том здании, оно называется Бутылка. Сейчас будете его видеть. В плане абсолютный круг. Такая высокая, в три этажа, круглая постройка, где идешь и просто все кухни мира представлены вот так вот, один прилавок за другим. Чудесный совершенно фастфуд. Друзья, фастфуд это не приговор. Это может быть действительно вкусно, достаточно полезно и совсем недорого. Вот Новая Голландия это подтверждает. Плюс, очень интересные лекции, очень интересные в том числе и кинопоказы, например, под открытым небом. Ретроспектива Феллини совсем недавно здесь была, прошлым летом. Очень интересные магазины, дизайнерские бутики. Yellow Corner, кто может быть знает, таких магазинов-то всего. В Нью-Йорке, в Токио, в Париже и вот в Петербурге. И так далее, и так далее. То есть место классное, куда точно нужно приехать. Причем, знаете, прямо вот с бутербродами на целый день. То есть нет смысла сюда заглянуть на 5 минут. Нет, нет. Заходите, прошу вас, получите большующее удовольствие. Вон та самая бутылка. Я, знаете, думаю, вот здесь тоже паузу небольшую сделаем. Чуть собачников пропустим вперед, чтобы им не мешать. И бутылкой полюбуемся. Очень здорово, что в Петербурге сегодня есть вот такой островок, который передает привет прародине города на Неве. Петербург начинался в низинных землях, тех самых Нидерландах, в Зандаме, в Амстердаме. Петр очень много привез голландского сюда, на эту землю. Вот этот квантовый скачок, который сделала Россия тогда, в начале века 18-го, без Голландии был бы невозможен. Без того, как относятся голландцы, например, к живописи. Как относятся они к своим тюльпанам. А он влюбился в эти цветы, яркие, хрусткие, свежие. И сам лично их высаживал в своем летнем саду или, например, в Петергофе у Монплезира. Кстати, Монплезир, чем не голландский домик с большими стеклами с видом на море. И вообще, петровское барокко, сам архитектурный стиль этот, он появляется на свет только благодаря любви Петра к Голландии. Это же не барокко пышное, расфуфыренное. Нет, это барокко очень строгое, очень, знаете, функционально обязательное. Это очень здорово. Русский язык, знаете ли, обзавелся тогда, 300 лет назад, такими заимствованиями из голландского, как зонтик, люк, трос, трюм, штурвал, стул, флот, флаг. Это все голландские слова. Кстати, о флаге, друзья. Друзья, наш сегодняшний белый, синий, красный, ничто иное, как вариация на тему голландского триколора. Так вообще не часто бывает. Там в скандинавских странах или в Африке флаги соседних государств, они похожи, правда? Кому в голову могло прийти, что Голландия конца 17 века и Россия начала века 18, когда начинает строиться Петербург, страны похожие? Непонятно. Никому, кроме Петра. Но, тем не менее, торговый голландский флаг заимствует он, чуть меняет цвета местами, и сегодня это наш российский триколор. Без Голландии не было бы Петербурга, без любви Петра к Голландии он совершенно точно был бы совсем другой. Вот она, та самая бутылка, которую вы обязательно придете как-нибудь, когда окажетесь в городе. Первый час, я не знаю, не надоели ли мы вам? Абсолютно нет. Что там нам пишут? Завтрак не затянулся ли у вас, друзья? Я понимаю, самоизоляция, вы попозже встали, но как-то... Есть чего еще намазать-то? Роман Крылов говорит, живут же люди, полдень, пушка, Новая Голландия, светлый гранит, определенная поэзия, правильно? Yes. У нас есть люди с Воронежа. Так. Не успевал дойти до Коломны и Новой Голландии, тут такой подарок. Так что спасибо тебе. Мы успели за вас, отлично. Так, привет, Воронеж, это уже другие ребята пишут друг другу. Тоже хорошо, почему бы и нет? Кто-то пишет, вам в Питере хорошо, пока в Воронеж не съездили. Мы приедем, почему нет? Как-нибудь. Так, что у нас? В СПБ только на белые ночи. Вот, Денис, как ты считаешь, вот Петербург, неужели только такой бренд именно белых ночей? Или что-то в этом есть, такое, знаешь, такое массовое, которое вот что-то теряет такое более уникальное? На самом деле, то, как нагло и беспардонно Петербург взял и присвоил себе этот бренд, меня, конечно, потрясает. То есть, с точки зрения маркетинга, это вот такой был ход. В Петербурге есть конфеты белые ночи, бадминтонный турнир белые ночи, несколько музыкальных фестивалей звезды белых ночей. И вообще полмира уверены, а уж, по крайней мере, в России, так и вообще все, что, мол, белые ночи – это Петербург. Я тоже так считал, пока как-то не приехал в Мурманск. Мурманск, привет! И когда я в 2 часа ночи, раскрывая окно гостиницы, понимаю, что мне точно не застал. Вот это белые ночи! Друзья, в Мурманске, в Архангельске, в половине Карелии – настоящие белые ночи. У нас они такие серо-бурмалиновые, знаете ли, и они прекрасны. Они бесконечно прекрасны. Город более интимным не выглядит никогда, а именно в канун белых ночей. То есть, это где-то с конца мая, весь июнь и до начала июля – это так. Но если вы хотите посмотреть белые ночи, то да, приезжайте в это время. Вы, к сожалению, немножко не увидите Петербург, потому что будет дорого, будут переполнены все отели и будут действительно иногда, ну, просто толпы на улицах. Для Петербурга хороша, плохая погода, как-то ни странно. Здесь хватает яркого цвета в архитектуре для того, чтобы даже там дождь, снег, туман, морозь прочувствовать получше. На белые ночи погода в основном хорошая и лето теплое, да. Поэтому вот как я отвечу. Нужно приехать в Петербург на белые ночи, а потом приехать еще раз. Вот и все. Чтобы посмотреть и белые ночи, Егор. Чудный домик архитектора Шреттера. Ну ладно, как-нибудь в другой раз. Там очень интересно. Его герб прямо на фасаде, треугольник с линейкой. Все думают, что тут масоны жили. Знаете, сколько таких историй про мистический Петербург я тут наслышался. Вот тоже чудесный мыс острова Новая Голландия и купол Исакия, который там чуть в глубине. А мы... А что если мы сейчас чуть заглянем сквозь ограду, опять же, в усадьбе? В Обринске, потому что там будет... Забор нам будет сложно это сделать, а здесь ограда она вот такая. А посмотрите, какое интересное чудо. Не кажется ли вам, друзья, что какое-то... Ну, подмосковное имение? Не знаю, ну или тульское, может, у нас же есть и стулы, зрители. Вот такой вот, смотрите, белые колонны по фасаду, такая подъездная аллейка. Ну, есть что-то. Это усадьба Бобринских. Работа очень интересного архитектора Луиджа Русска. Граф Бобринский был внебрачным сыном Екатерины Второй от графа Орлова. И ему... Ну, его немножко отдалили так от престола, и ему деревню Бобрики в Тульской губернии как раз таки подарили. И вот здесь такая вариация на тему русской дворянской усадьбы. Очень чудное тоже место. Вот эти бюсты любопытные, Юрий, если сможешь захватить. Потому что высокий такой забор и блюстрады повенчаны вот этими чудными бюстами. Это не кто-то определенный, друзья, нет-нет. Это не государственные мужи Екатеринского времени, нет. Это просто стилизации под чудных богинь богов. Если говорить про время, когда можно приехать в Петербург, я не могу назвать какого-то точного месяца. И вот эти туристические рамки, что, мол, только летом, ну, мне кажется странными. Петербург фантастически хорош в Новый год, потому что подсветка просто потрясающая, действительно есть что посмотреть. Петербург хорош в начале сентября-октября, потому что начинаются премьерные спектакли во многих петербургских театрах. Петербург фантастический на майские праздники. Причем у нас их несколько. Имею-то не только День Победы, но и День Военно-Морского Флота, конечно. Когда заходят боевые корабли Балтики в Неву. Когда днем разводят мосты. Когда пролетают истребители над городом. И когда это мощно, громко. И не будем забывать, что Петербург это город воинской славы. Петербург хорош зимой. Знаете, говорят, что каждый петербуржец обязательно должен пройти Неву зимой по льду. Вот уже последние несколько лет это невозможно. И льда нет. А если он случается, то ледоколы его стараются убирать, чтобы навигация была круглогодичной. Но в Петербурге зимой есть где согреться. Я вам хочу сказать, вот эта культура, ну, например, кафе. Культура, вы не поверите, рюмочных. Это большое дело. Причем рюмочных не московских. Как, знаете, там на Большой Никитской такая вот была рюмочная в свое время, где прям посидеть. Нет. Рюмочных, где столики, они высокие. За ними не сидят, за ними стоят. Забежал от этого холодного ветра, сплетался, рюмку чая выпил и побежал дальше. Вот, вот, вот такой. Плюс, понятное дело, еще там черный хлеб с килькой или с корюшкой. Сейчас же сезон корюшка. Сейчас попробуем, может, увидим. Тут, в Неве. В Петербурге есть всегда что поделать. И, друзья, приезжайте обязательно и не только ледоколы. А мы идем сейчас вдоль Новоадмиралтейского канала. Более того, пока нет машин. Я, Юр, как это перейду. Канал интересный. Дело в том, что отсюда будет видно. Вот этот мост так и называется. Новоадмиралтейский мост. Больше даже Новоадмиралтейский номер один. Потому что есть еще второй Новоадмиралтейский. И вот это уникальный совершенно, я вам хочу сказать, друзья. Это самый низкий мост в Петербурге. Те, кто работают на рейтинг-каналах, или те, кто часто эту экскурсию себе позволяли в Петербурге, и знают, что на Мойке есть чудесный Почтамский. Вот он низкий, и иногда под ним не пройти. Этот намного ниже. И мы когда-то здесь тоже делали экскурсии. Сегодня здесь не так просто. С Адмиралтейством ругаться не хочется. Но вообще я прекрасно помню ситуацию, когда мы вышли в пограничную погоду, и вода вроде бы была нормальной. Пока крутили Неву и проходили катером по Неве, вода поднялась. Вы же понимаете, мост-то никуда не денется, а вода поднялась. И я вот здесь просил всех твоих туристов уйти с верхней палубы в нижнюю, чтобы нос загрузить, чтобы мы вот так по сантиметру здесь пробирались, шаркая, антеннами. Это было что-то. Вот те мои гости совершенно точно запомнили это путешествие навсегда. Потому что дворцы, соборы, все здорово. Но вот как они вот грузили с собой нос, чтобы пролезть под этим мостом. И здесь же, кстати, очень интересная часовня. Вот сегодня в Пасху. Посмотрите, сколько мы интересных соборов с вами увидели. А сейчас, наверное, даже лучше вот встанем, чтобы все было видно. Мы туда не пройдем. В самой часовенке. Но все правильно, храмы закрыты. Мы остановимся вот тут, на углу. После русско-японской войны, вообще довольно трагичной для нашей страны, здесь было принято решение выстроить такой храм-памятник погибшим морякам. И за образец взяли храмы Владимирские, Ярославские, Новгородские. То есть вот такие, знаете, храмы-воины, которые такими шеломами твердо стоят на земле. И храм здесь был выстроен. Освечен в честь Николая Чудотворца. Его взорвали в 30-м году. И на его месте уже в конце века 20-го появится вот это часовня. Посмотрите. Аккуратная, маленькая. Очень здорово православный крест. Здесь смотрится на Невском берегу. Спас на водах она называется. А на другом берегу Невы хорошо видна церковь Успения Богородицы. И это работа, между прочим, Василия Косякова. Очень известным архитектором. Он будет автором морского Никольского собора, что в Кронштадте. Совсем недавно он был восстановлен. И сегодня, конечно, красавчик. Чуть там в глубине, на противоположном берегу, вы видите судно Юный Балтиец. Такая аккуратненькая двухмачтовая барка. На ней тренируются юнги для того, чтобы стать моряками. И вот здесь, посмотрите, немножко непарадная Нева. Дело в том, что мост, который вы видите впереди, он называется Благовещенский. Он последний по счету мост через Неву, потому что вот сюда дальше мостов нет. Там центр города, а здесь начинается уже акватория Петербургского морского порта. И вот сюда уже летом швартуются огромные океанские лайнеры в десять-пятнадцать палуб, там с футбольным полем на борту, которые привозят вот сюда туристов. И английская набережная идеальна для того, чтобы отсюда начинать такое парадное ознакомиться с Петербургом. Но здесь здорово то, что понимаешь, что Петербург – это порт Петиморей. Как основатель этого города и завещал, чтобы все флаги были в гости к нам, так, собственно говоря, в 21 веке и происходит. Это город толерантный, это город открытый, это город, в котором вас всегда ждут ровно такими, какими вы и являетесь. Это город для свободных людей, друзья. Эта открытость морю, солнцу и всем ветрам здесь чувствуется, как нельзя. Здесь мы будем и завершать нашу прогулку, друзья. Я хочу вам сказать большое спасибо за этот завтрак. Мы с вами прошли всю колонну насквозь, из фонтанки дошли аж до Невы. Приятного вам аппетита, если все-таки завтракали вместе с нами. Спасибо за внимание, конечно. От всей команды Неватрип приглашаю вас в наши будущие путешествия, которые, конечно, не за горами, но и, конечно, с Пасхой. Спасибо вам огромное. Кто-то уже писал, а неплохо было бы и Петергоф летом показать. Почему нет? Денис, а вы историк? Вот так вот написали некоторые наши... Я нет, я историю изучаю просто, потому что мне это бесконечно интересно. Я не рассказал весь вопрос. Да. И либо вы просто любите так город. Я его очень люблю, потому что я не знаю, я не видел города лучше. Я не видел города, который визуально более красивый, или который удобнее для жизни и прекрасней. Хотя я чуть-чуть знаю Европу, немножко побывал в Америке, в Японии, но, знаете, Петербург, он бесконечно прекрасен. И лучше города на свете точно нет, кто бы что мне не говорил. Но, к сожалению, я не историк, и мне здорово не хватает исторического образования. Я математик. На противоположной берегу Нево, вот там чуть глубине, есть здание 12 коллег, где находится Санкт-Петербургский государственный университет. Вот там я учился на факультете прикладной математики и процессов управления. Вот. Сегодня мы управляли экскурсией. Команда Неватрип и Денис прощаются с вами. Завтра, а точнее не завтра, пишите нам, что вы хотите увидеть. Вот. Вот это очень важно. Куда нам еще сходить? Направляйте нас, и мы пойдем и все вам покажем, конечно. Все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok